Надежда Но диагноз был грозным, гангрена и могильная тьма впереди. Привезла его скорая помощь вместе с плачущей горькой женой. Вспомнил он в эту страшную полночь, как был пьяным с друзьями весной. Был здоровым, могучим атлетом, он менял на машине кардан. И поранил свой палец при этом. Он не думал о смерти, был пьян. Вытер кровь, оземельную грядку, и не зная, что будет беда, он какую-то грязную тряпку вдруг использовал в роли бинта. На приеме он вел себя нагло и нетрезво врачей осуждал. Палец черный, его резать надо, врач сказал. Он ответил, не дам. Пустяки, есть горючее в баке, я пока не лишен головы. Я схожу на прием лучше к бабке, она вылечит проще, чем вы. Превратилась жизнь в жуткую муку. Снова он заявился к врачу. Ампутировать вам надо руку, врач сказал. Он в ответ. Не хочу. Вы хотите, чтоб я инвалидом без руки в годы юности был? И ушел из больницы с обидой. Снова грубо врача оскорбил. Заражение крови шло дальше. И промолвил в бреду пациент. Ампутировать можете даже. Слишком поздно. Утерян момент. Есть болезнь пострашнее гангрены. Имя ей всем известное грех. В душу бьют ядовитые стрелы, А в устах беззаконников смех. Пораженные демоном рака Потребляют они алкоголь И нисколько не чувствуют страха, Заглушая душевную боль. Божий суд им рисуется шуткой, Но приходит возмездие за грех, В зоне смерти становится жутко И тошнит от наркотиков всех. И апостол взывает к упавшим. Наступает кончина всех дней. Не остался бы кто опоздавший, Не остался бы кто вне дверей. Сумрак смерти надвинулся грозно. Не желал бы я никому услыхать, Вы пришли слишком поздно. Потому уходите во тьму. Аминь.